Продолжение следует... А именно о лжепразднестве Успения Богородицы. Дорогие друзья, в предыдущих двух выступлениях, видеообращениях, видеопрограммах на эту тему, я, конечно, попытался раскрывать на основании Слова Божьего, истины Божьей, на основании именно Писания Священного, всю абсурдность и ложность этого лжепразднества. К сожалению, вынужден констатировать, что подавляющее большинство православных христиан, будучи обманутой многовековой религиозной ложной пропагандой, молятся до сегодняшнего дня, к сожалению, молятся многим посредникам, якобы дополнительным ходатаем, посредникам к Богу. И, конечно же, особую грандиозную роль, вообще доминанта такой является в этом всем культе ложном, культ Богородицы, сама Мария, отводится большая роль самой Марии, матери нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Господа, дорогие братья и сестры, к сожалению, до сих пор в православии традиционно мы видим, и не только в православии, конечно, мы знаем, что подобное вот это вот религиозное учение ложное существует и в католицизме. У наших западных братьев, к сожалению, такие же проблемы, как и у нас, и им не меньше приходится, знаете ли, сегодня работать над ошибками, и придется очень много каяться. Но мы, думаю, должны подумать о своей динаминации, и прежде чем указывать нашим западным братьям путь покаяния, мы должны сами пройти этим путем. И, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как православный обновленец, как реформатор, я, конечно, очень много говорю последние эти годы, особенно о необходимости больших реформ, вероучительных обрядов и богослужебных реформ в православной церкви. И в нашей юрисдикции, а именно в украинской реформаторской православной церкви, конечно же, у нас не принято молиться кому-то еще, помимо Господа. И многие православные христиане, грехокатолические христиане, приходящие к нам в гости на служение, допустим, в наши собрания, в наши храмы приходя, они удивляются, обращаются к нашим священникам с такими вопросами. Да ко мне сколько раз обращались тоже люди с такими же вопросами, к примеру, почему у вас нельзя, допустим, молиться, почему вы вообще не молитесь вообще Богородице, почему вы не обращаетесь к ней, она же Матерь Господа, она же Богородица, она же заступница усердного рода христианского и прочее, прочее, прочее. И я, и также другие священнослужители нашей юрисдикции, мы, конечно, стараемся как можно более деликатнее, но, однако, уже очень четко и понятно объяснять людям всю нелепость этого культа Богородицы и святых, что никакого отношения, я каждый раз говорю и подчеркиваю это, кстати, что никакого отношения к православию этот культ не имеет вообще. Это скорее даже кривославие, нежели православие. Знаете ли, правильно славить Бога, ортодоксия, на мой взгляд, это то, что должно соответствовать Божьим стандартам, Божьему Слову, знаете ли, в духе и в истине, но не вот эта мерзость оккультная, которая до сих пор выдается за православие. И, на мой взгляд, человек, молящийся кому-то помимо Господа, той же самой Богородицы, тем же там другим умершим святым, знаете ли, как посредником Богу, или ангелом, наивно полагая, что они тоже будут посредниками, ходатами за нас, знаете ли, такой человек, он не достоин называться православным, это скорее кривославный какой-то лжехристианин. По-настоящему-то сегодня нам нужно очень сильно покаяться в этом, очень сильно, потому что, знаете ли, мы согрешили очень сильно, и я говорю, мы в первую очередь, наверное, священнослужители, потому что, ну, опять-таки, чего греха таить, есть права, народная поговорка, говорящая, каков поп, таков и приход, знаете ли, это правда. Это очень метко замечено уже многими поколениями православных христиан, что очень важен человеческий фактор, кто есть священник. Если, Иисус говорил так, что если слепой ведет слепых за собой, да, если он поводырем становится, как бы вот заведет за собой слепых людей, то попадают все в яму. И вот такая же история у нас, то же самое у нас сегодня, на мой взгляд, в православии, в традиционном православии, и, знаете ли, не только в православии, конечно, это касается больше или меньше, ну, всего христианства. Сегодня реформация нужна, конечно, не только нам, православным, но и вообще христианам в целом, мировому христианству. Только в каждой динаминации, допустим, у католиков, протестантов, она по-разному выражается. Некоторым церквям, допустим, уже не надо делать то, что требуется как раз первоочередную нам сделать, православным. Допустим, протестантам нет смысла говорить, чтобы они молились только лишь Господу, они так это делают. Слава Богу, уже пять столетий фактически евангельские церкви, протестантские церкви это делают. Кстати, некоторые мои коллеги, вчерашние друзья, я бывший традиционный православный священник, трудился, я говорил об этом в прошлых программах, трудился раньше я в традиционной русской православной церкви, московского Париархата, был священнослужителем, с 88-го года начал свой трудовой стаж в русской православной церкви, с 91-го года уже был священником, и до самого 96-го года я проработал, как священнослужитель, служил в Рязанской и в Брянской епархии, а как чтец, панамарий, как алтарий, как хором руководил, так же в принципе-то в Орловской и тогда Орловско-Брянской и Московской областях. И вот тогда, будучи традиционным православным священнослужителем, я, конечно, молился, кому попало, это мне до сих пор больно вспоминать, я молился и Богородице, и Серафиму Саровскому, и Сергию Радонежскому, и прочее, прочее, прочее. Список, это десятки, сотни даже имен, знаете ли, больших и малых, известных и почти неизвестных имен, но так поступали тысячи моих коллег и миллионы других обманутых, как и я, православных христиан. Но в 96-м году я покаялся в этом, и почему я об этом вновь вспоминаю, потому что я надеюсь, что на видеопрограмму будут смотреть не только православные христиане, не только прихожане храмов, монастырей, но также и священнослужители. Я очень надеюсь, что с помощью этой видеопрограммы также я могу достучаться до сердец моих коллег-священников-дьяконов, священников-епископов православной церкви Московского, Киевского, Патриархата, автокефальной церкви, других юрисдикций православных, истинно православной церкви, других православных юрисдикций старого и нового обряда, трудящихся на территории бывшего безбожного Советского Союза в русскоязычном мире, потому что с нас начнется спрос в первую очередь, время начать суду написано с Дома Божьего, и недаром Господь Иисус Христос, когда Он давал послание к церквям, Он говорил так, помните ли, семь коротких посланий во второй и третьей главах книги Откровений, Он говорил так, ангелу церкви, скажи так, напиши так ему, почему ангелу церкви? Это не именно ангелу с крылышками, нет, это именно служителям, именно, будем говорить, пастору, именно, скажем так, патриарху, или папе, или, значит, митрополиту, кардиналу, то есть как бы лидеру старейшине, то есть напиши, скажи это именно лидеру церкви, потому что рыба гниет не с хвостика, мы это знаем, да, прекрасно знаем, что рыба гниет с головы, из нас вся эта мерзость идет, если, я скажу так, если священнослужители, если он не слепец, если он, знаете ли, не подлец какой-то, если он не невежный, если он грамотный христианин, если он ищет Господа, если он открывает для себя Слово Божье, если он искренен во взаимоотношениях с Богом, он буквально по-хорошему заражает этой искренностью своих прихожан, и если он не слепой, а знает Бога, знает, в кого уверовал, и не гадает на кофейных гущах, как ему спастись там, и спасет ли его Бог или не спасет его душу грешную, а если он знает, что он спасен, если он знает, что он пережил уже спасение, свое возрождение, если он знает, в кого уверовал и что идет на небеса, то я сто процентов уверен и знаю это из своей практики, из практики других священников, он правильно укажет путь спасения своим посомам, своим прихожанам, потому что каков Бог, таков и приход, господа. Так вот, дорогие братья и сестры, если, скажу, слово я говорю часто о реформации для христиан православных, то для священников это наипачево, это вообще, это, скажу, это самое важное. И, дорогие братья и сестры, если вы несете какое-то служение в храме, даже самое незначительное, на ваш взгляд, служение, если даже вы в вашей епархии, самой незаметной или в вашем приходе, вы делаете очень небольшую совершенно работу, я прошу вас просто молитесь за реформацию церкви православной, вашу молитву, вашу молитву Бог слышит и видит ваше сердце. И если вы тем более священнослужитель, если вы диакон, священник, епископ, метрополит, если вы занимаете тем более ключевую какую-то позицию в церкви, то, знаете ли, братья, я скажу так, что лучше сейчас пусть будет стыдно покаемся давайте перед Богом, чем потом всю вечность локти кусать. Лучше сейчас, знаете ли, пусть немного будет, конечно же, даже много будет стыдно, потому что каяться придется не только за личные наши грехи, а вообще, я имею ввиду, за грехи церковные, то, что мы как церковь набедокурили, совершили много мерзости, к сожалению, и за культ Богородицы, я думаю, будет отдельная молитва покаяния, отдельная молитва отречения, она должна быть обязательно. И, знаете ли, для чего это? Чтобы людям показать правду, пока они молятся Богородице, пока они молятся другим умершим святым, им никогда не выпадутся из сетей религиозного культизма, никогда ни за что, ни под каким видом им не спастись, на самом-то деле, потому что они будут наивно полагать, эти люди, и полагают сейчас, что вот за них Мария заступится, за них какой-то святой помолится, что вот их молитвы Бог слышит, якобы, знаете ли, а наши не слышат. На самом-то деле Иисус говорил так, что прежде нашего прошения Отец уже все знает прекрасно, ему не нужно в многословиях все это разъяснять, он прекрасно, он в курсе всех наших происшествий и событий. И есть, как написано в первом послании к Тимофею, это же пастырское послание, знаете ли, нам это, пастырям это очень важно знать, первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стихом написано, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, между Богом и всеми людьми». И кто это? Угадайте с первого раза. Это Иисус Христос. Это Иисус Христос. Не Богородица, ни какой-то святой, ни ангел, только Иисус Христос. Аминь. И написано, что Он предал Себя для искупления всех. Ему вся слава. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Дорогие друзья, в первую очередь, конечно, священники, братья, сапастыри, трудящиеся на Ниве Божьей, если нам верены души людские, знаете ли, как пастырям, за наших посломов мы тоже несем ответственность. И если священник, он не знает пути спасения, сам не пережил возрождение, спасение, то он не может указать правильно пути спасения. Иначе получится это слепец, который слепорожденный, и он будет рассуждать о красоте неба, значит, зелени, о красоте этого мира окружающего, о цветах. Можно много говорить такому человеку, но сам он на самом-то деле не знает, о чем говорит. И нам надо вкусить, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. И, дорогие друзья, я думаю, что культ Богородицы, и вот в особенности праздник Успения Богородицы, это то, что приносит большие проклятия на нашу жизнь, на наши страны, и вот на Украину, на Россию, Белоруссию, другие страны бывшего безбожного Советского Союза и в русскоязычный мир вообще в целом. Ведь я знаю многих славян, русских, украинцев, белорусов, проживающих в других странах мира, в США, в Австралии, в Африке, они также молятся Богородице, не видя в этом ничего предосудительного, плохого. Но это грех, большой, страшный грех. Пришло время покаяться в этом грехе, пришло время оставить этот грех, пришло время молить не Богородицу, не какого-то святого, знаете ли, древнего или нового, новоиспеченного, знаете ли. Это процесс канонизации, это настолько мерзкое учение, это настолько мерзкое происшествие в Церкви. Ведь до сих пор, знаете ли, на смену уже устаревшим святым, которым уже, может быть, малоэффективным святым, знаете ли, которым мало молится, чтобы оживить религиозную жизнь, знаете ли, вместо того, чтобы покаяться, предлагают новых и новых святых в каждом поколении. Это ужасный процесс, это безумие, оно продолжается по сей час. До сих пор, знаете ли, людям предлагают все новых и новых святых. И о чем это говорит? О большой бездуховности, о той пропасти, которой ненасытимости, которой нельзя насытить, нельзя завалить эту пропасть ничем абсолютно, никаким мусором, а лишь эту бездну можно бездной Божьего милосердия, Божьего слова заполнить. Бездна бездну призывает. И лишь Господь Иисус Христос может нас спасти, лишь Он может быть нашим ходатаем, посредником, первосвященником, и только лишь в Нем наше спасение, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу!